Добрый день дорогие друзья с вами Мороз Алексей компания Кровмонтаж мы у меня на даче значит но сразу хочу сказать кепку фирменную Кровмонтаж снял потому что буду производить работы сегодня будет интересный день по остеклению и отделке моей открытой веранды значит ну мы только приехали в дождик но это нам не помешает потому что веранда у меня под крышей находится можно сейчас делать какие-то работы внутри закончится дождь пойдем во внутрь оператором у меня мой старшенький сын взял себе помощь роман ну начнем сейчас пойду переоденусь тут дождь перенесем материал куда-нибудь под крышу материал инструмента практически нет вчера бросился позавчера вернее в гараж блин весь нормальный инструмент более-менее на объектах работает ну что-то собрал там реанимировал из двух собрал одну бензопилу значит наладил шуруповерт лобзик сегодня понадобится и так по мелочи вот так вот вот моя кормилица на которой мы приехали значит не забывайте звонить по этому номеру так вот покажу давайте я вам расскажу потому что вчера я был здесь сделал очень много работы но как назло вот камеру не взял с собой сейчас у меня на втором этаже там оббивают вагонкой стелет ламинат значит ну выдалось у меня два свободных дня я уже дома получил критику что строишь людям дома сам никак не не наделаешь свой дом и поэтому я вот эти два дня решил заняться строительством у себя на даче вот это все было открытая веранда вчера вставил эту дверь об каркасе сейчас вам покажу более подробно прежде чем переступить к работам я введу вас в курс дела что мною было сделано какие планы и что хочу сегодня сделать значит смотрите как вы помните моя веранда была открытая и мне мастера из мурома которые ставили этот сруб говорили что алексей ты ее все равно закроешь это непрактично я не послушал мол открытая веранда природа хорошо вот прошло два года и действительно я понял вот на полу собирается березовая пыль постоянно значит листья зимой снег наметает да и плюс вот площадь ее три с половиной на 7 метров большая площадь гуляет то есть я могу этот участок использовать ромка помаши ручки расскажу немножко о окнах окна я звонил перелопатил множество фирм мне они нужны здесь не очень дорогие дешевые почему потому что холодная все-таки будет веранда здесь не будет отопления в два стекла и и самая такая приемлемая цена фирма значит предложила 47000 вот за два больших окна одно вот квадратное и такое вот 47000 с монтажом но я заехал в леруа по пути вот они были эти окна мой вариант я купил мне они обошлись за 25 то есть 20 тысяч почти даже больше экономия вот вчера вчера я был здесь вот я поставил каркас поставил каркас выпилил сделал выемку в бревнах чтобы значит окна сели немножко пониже и уже появится я могу здесь подокончик сделать вот и я сделал этот каркас по шнурке всю в уровень сегодня планирую вот так об каркасе вниз вниз вот этих проемов и значит обшить блок хаосом но сегодня на все не успеют с двух сторон хотя бы саде с одной стороны и утеплить вот я закладывал уже с этой стороны блок хаосом сделал закладывал гидроизоляцию пароизоляцию вот я буду во слое все-таки утеплю потому что вы знаете как я очень трепетно отношусь к утеплению показать как крепил эти стойки по шнурке усиленными уголками и сверху внизу ага вот расскажу кстати цена двери 3000 рублей сам взял дверь покрасили в два слоя я вчера и установил собрал коробку вот я не знаю будет видно вам или нет вот и вчера установил посадил на пенку дверь 3000 пойдет еще надо врезать замок еще друзья скажу о сегодняшних планах так и блок хаос это мы покрасим переспал я ночь с одной мыслью мне пришла в голову вчера вечером они сделать ли мне вот на дверью такой какой-то козырёчек чтобы он отбрасывал водичку мне от моих замечательных моей лестницы замечательно которую кстати я тоже сам сделал там есть видео у меня то есть посмотрите я не рассказываю и сделаю козырёк где-то попробую я вынести его метр может метр с чем-то сделаю жесткий треугольник закреплю и покрою тоже фальцевой кровли вы представляете то есть вчера я даже об этом не думал а сегодня вечером я вот пришел к пришел такой мысль то есть вчера ночью пришел к такой мысль и действительно и это тоже добавит вот кое-какой фишки в моей стране кстати тем более у меня остались панели еще там лежат в бане я и использую вот и получится обалденно я считаю вот если все потом это блок хаосом обшить вот проему между окон утеплить будет вообще обалденно у меня зачетные зачетное помещение квадратура друзья если вы заметили еще хочу кое чем поделиться не зря вот видите что у меня окно вот это она 90 сантиметров по ширине стоит не по центру а почему объясню у меня кое-какие планы в этот угол значит так как у меня печник в доме ставил печь я подробно об этом все рассказывал своих видео он не на натолкнул на мысль что в этом месте сделать барбекюшницу он может я ему позвоню как освобожусь значит и вывести барбекюшницу то есть она будет элементы и камина и она будет очень сильно вывести барбекюшницу вот у меня и все будет не очень хорошо если вы с дороги немножко пройтись, осмотреться, наметить более планы. Сейчас я люблю работать, слушать радио РОК-ФМ с перерывами на чаепитие, чтобы работа приносила первую очередь еще и удовольствие. Не только от самого процесса, то есть получать удовольствие от самого процесса и от сделанной работы. И так мы, чтобы сделать балл хаосом, сейчас Ромка насверливает усиленные уголки. Вот, смотрите, это вот эту часть я буду покрывать балл хаосом, утеплять. Значит, ну вот здесь я решил сэкономить, использовать кусочки, выставил уровень. И с этой стороны выставил уровень. Потом набил гвоздики и натянул две линии шнурок. Вот, и вот, как вы видите, вот один столбик мы уже поставили по этим двум шнуркам. Вот так в эти уголочки. Довольно-таки жестко. Вот. И сейчас еще нам осталось вот здесь одну поставить. Размерили расстояние. Это будет направляющий для крепежа блок хаоса. Здесь мы натянем еще, покажем вам гидроизоляцию. Потом начнем селить балл хаос и утеплим изнутри на ширину вот этого бруска. Здесь десятка. Итак, дорогие друзья, мы вы видели, что установили мы стойки для балл хаоса. Теперь мы сюда стелим пароизоляцию. Изовек, она, ну, дешевенькая, в принципе, у меня остаток здесь был. Да, в принципе, здесь и не мансардная кровля, не требует такого утепления. Это холодная веранда, как я говорил. И вот мы натянули и пристреляли вот степлю. Внизу тоже надо пройтись со всей крови, чтобы не задувало. Вот, таким образом. Обязательно пароизоляцию надо и бидроизоляцию надписями к лицу монтировать. Значит, когда она будет работать. Вот, пройтись все щели. Мы уже готовим пространство. Для этого места сейчас будем производить монтаж блок хаоса. Друзья, мы затем вымерили расстояние вот этого проема. Отпилил я заготовку блок хаоса. Важно при монтаже первой, значит, доски из блок хаоса проверить уровень. Потому что деревянный дом, тем более из бревна, даже само бревно неровное, значит, обязательно, потому что как мы выставим первый блок хаос, так они пойдут. Не обращайте внимания, если вот на вот эти щели. Они тоже появятся и здесь какие-то. Для этого есть хорошее средство. Я обобью эти вещи канатиком. Натяну канатик. И он вместо плинтуса и снизу, и сверху подобьет. И крепится элементарно. Я люблю жесткие крепления. Креплю саморезом пятеркой. Туда утаплю поглубже. Это отверстие можно обработать шпаклевочкой и потом крашу. И надо попадать. Вытянно оправляет. Ну что, друзья, прошло несколько часов работы. Хочу подвести небольшой итог. Ромка сейчас, мой старший сынок, красит. Вот вы видите, покрыт. Намонтировали мы блок хаосом вот эти проемы пустоты веранды. Покрыли там гидроизоляцию. Вот. Я... Дождик хорошо закончился. Вот уже приготовил леса. Поставил. И буду штурмовать козырек. Попытаюсь за сегодня его каркас с обрешеткой сделать. Обязательно вам покажу. Вот. По поводу, что хотелось сказать, блок хаоса. Конечно, бревна неровные. Вот тут такие щель с соединения. Но я по этому поводу вообще не парюсь. Почему? Потому что я, как говорил, уже канатикам... Потому что она получается как ниша. Это искусственно мы сделали блок хаос. Как ниша. И она будет все равно по-другому смотреться. Я канатикам все вот эти части обобью. Он, наоборот, подчеркнет. Вот. Вот мы сделали три части. И заднюю тоже. Здесь, конечно, блок хаос пострашнее. Задняя часть. У меня остаток оставался. Крупный блок хаос. Я его решил использовать. Вот. Даже можете видеть потеки. Видите? Дождевые потеки. А я вот прорезал бревно, утопил. Чтобы появилась у меня полка. Я сделаю отлив из металла. Он будет откидывать воду. Вот я залез наверх. Я в бери. Буду сюда наколачивать доску. Длину еще определю. Вот направляющий. А там, может, метр, метр больше. Придется мне поменять это крепление, потому что будет мешать. Я выкручу. Наверное, сбоку самореза закручу. И здесь тоже. И сделаю три штуки. Одну посередине. Две по краям. И жесткий треугольник на ту балку. Попробую бросить. Обкаркасить. Обрешетка все завяжет. Вот отсюда. Сегодня много сделал. Ромка мне помог. Здорово, я пилил. Вот жесткий треугольник. Вот там я усиленными уголками закрепил. Здесь в стойке. Все на саморезах. И уже готова к кровле. Буду делать в следующий раз кровлю. Свою любимую фальцевую. Итак, дорогие друзья. Вот итог. Веранда вырисовывается. Вот. Сделали мы с Ромкой сегодня вот блокхаус. Еще там с той стороны задней. Тоже пролет. Покрасили. Стойки сделали. Утеплили. И козыречек. В принципе, неплохо поработали. Так. Вот это я возле двери буду спиливать наискось. Чтобы дверь открывалась пошире. Потому что дверь удаляется об этим массивные бревна. Чтобы открытие двери было больше. Да и кстати, если под углом отпилить и зашлифовать, это будет еще тоже дополнительная фишка. Я вам сейчас покажу. Видите, как я делал. Это на окнах тоже сам делал. Вот эти откосы. Шлифовал. И все выпиливал. Так же самое буду и с дверью делать. Вот такой будет вид. Срезанный. Отшлифую. Такой эффект. И в целом, когда дверь обобьется обналичниками, все это обрежу, доделаю. Снизу крышу козырька подбить вагоночкой. Да, будет бомба. Вот так он смотрится издали. Кстати, вынос козырька метр десять, метр двенадцать даже. Плюс еще лобовая доска. Метр двенадцать. Дверь у меня девяносто. То есть дверь будет открываться, на нее дождь не будет капать. Представьте, я еще покрою вот этот козырек таким же металлом красным. Я рассчитал, вот вы видите картины, фальцевые панели. Козырек таким образом, крышу козырька, что как раз три панели без вставки, без кусочков. То есть должны лечь и будет красиво. То есть красный цвет такой подчеркнет еще тоже фишечку. Вот, все, вот этот блокхаус потом закрасится. В тон дома пару раз нам покрасить. Там примыкание, канатик мы можем бить. И более-менее будет у меня не открытая веранда, а еще одно помещение к дому. Вот. Итак, друзья, с той стороны мы натянули гидроизоляцию. Вот, чтобы не обрезать, я завернул ее. Теплее будет. Подшили блокхаусом. А эти ниши, как я говорил, мы будем утеплять два слоя пятерки. Рослого. Ну вот, будем заполнять. Все-таки, хоть веранда и холодная, неотапливаемая у меня, но я хочу, чтобы все-таки ветер не гулял, тут сквозняков не было. И шумоизоляция была хорошая. И вот так утепляем. Таким образом. Отрезаем утеплителя. Чуть-чуть больше, чтобы он так заходил в эту нишу. Вот таким образом. Все заполняем. Потом опять пароизоляцию будем натягивать. И блокхаусом уже с этой стороны. И вот так, дорогие друзья, утепляется таким образом. Два слоя. Еще раз повторюсь, натягивается еще пароизоляция. И блокхаус идет. И будет такая непродуваемая, хорошая веранда. Если здесь еще нагнетать, создавать тепло, оно будет держаться. Ну, а теперь пойдем на улицу. Кое-что вам покажу. Вот, вуаля. Козырек я сегодня все-таки сделал. Дорогие друзья, хочу подытожить сегодняшний день. В принципе, работы сделано немало. На славу потрудились с Ромкой мы. В общем, буду собираться. Я думаю, вам было интересно с нами, что мы сделали за сегодняшний день. Кстати, планирую еще завтра. Выдаю свободный день здесь. Думаю, должен транслировать свои работы. Если что, штука будет интересненькая. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. С вами был Мороз Алексей, компания Курфмонтаж. До встречи. Пока.